Цены на хлеб в Харькове увеличились в среднем копеек на 30-50. В фирменных киосках торговой марки «Кулиничи» ценники сменились ещё в начале недели. Киоска хлебозавода «Салтовский» несколькими днями позднее. Повышение коснулось не только хлебопулочных изделий из высшего сорта муки, но и социальных сортов хлеба. Харьковчан очередной рост цен в основном возмущает. Особенно от этого страдают пенсионеры и студенты. По их словам, при достаточно низком ежемесячном доходе это серьёзно ударит по их бюджету. Хорошего, скажем так, мало. И серьёзно подорожал хлеб. Серьёзно. Поэтому мы, ну, есть, то будем, хлеб всё равно, понятное дело, но уже неприятно. Хлеб. 7 гривен чёрный хлеб. Это когда такое было? Это, ну, это просто нереально. Конечно, реакция отрицательная. Конечно, это не нужно. Повышение-то никогда не нужно. Ну, как бы выхода нет. Конечно, по бюджету ударит, но хлеб же, что он всегда хлеб. Будем брать. Я, как студент, могу сказать, что это нехорошо, потому что сейчас повышаются все цены, и студенты должны затянуть пояса. Как сообщил новостям АТН, директор по производству хлебозавода «Салтовский» Дмитрий Ермишкин, цены действительно повысились в среднем на 10%. Причина – рост стоимости энергоносителей и горюче-смазочных материалов, а также повышение цены муки на 40% и упаковочных материалов. Об этих факторах говорит и президент Национальной ассоциации промышленного хлебопечения Владимир Мысик. Он отметил, что подорожание коснулось не только Харькова, но и других городов страны, таких как Киев, Львов и Одесса. Также Мысик подчеркнул, в этот раз увеличили стоимость не только на элитные сорта хлеба, но и на социальные, поскольку для многих производителей они являются убыточными, да и цены на них не меняли уже больше года. Однако в Харьковском областном совете утверждают, что не хотят допускать повышения цен на социальный хлеб, поскольку такие изменения серьезно ударят под тем, кто не может себе позволить более дорогую хлебную продукцию. В связи с этим председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов заявил, что хочет инициировать подписание нового меморандума о сохранении стабильных цен. Исполнительные власти необходимо в этой связи собирать, как это раньше было, руководителей или производителей хлеба, проводить с ними переговоры, задействовать для этого зерновой фонд, работать с государственным резервом, потому что ценообразование, себестоимость производства хлеба, она формируется с цены на зерно и других составляющих. По словам Сергея Чернова, таким образом производители хлебной продукции могут пойти на переговоры с властью и найти компромисс. В частности, возможно, значительно увеличить цены на элитные сорта хлеба, стоимость же социального оставить комфортной для людей с минимальными доходами и гарантировать ее стабильность в течение длительного периода. Лариса Говина, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.